Ошибочно положил вам на счет деньги. Верните, пожалуйста, на указанный номер. Рассылка СМС-сообщений с просьбой вернуть средства, случайно зачисленные на счет, один из популярных сегодня видов мошенничеств. Подобные сообщения рассылаются, как правило, массово и по большей части абонентам в регионах на другом конце страны. Так проще объяснить сложности с возвратом денег и сложнее найти мошенников. О том, что это обман, многие не догадываются. Отправляют указанные суммы на неизвестные номера. Тем самым лишаются денег, и только потом понимают, никто их на счеты не зачислял. Но есть мошенники, работающие индивидуально, с каждой конкретной жертвой. При этом реально пополняют баланс, но денег жертвы лишаются все равно. Рамиль Шайдулин узнал, каким образом и что делать, чтобы не стать жертвой обмана. Ошибся номером и случайно отправил вам на телефон 150 рублей. Положите их, пожалуйста, на этот номер. Спасибо. Подобные сообщения сейчас не редкость. Им, к слову, может предшествовать уведомление о зачислении на ваш баланс этой суммы. Только приходят они не с номера сотовой компании. Мошенники просто не могут их использовать. Многие верят в ошибку и отправляют указанные суммы. Мол, ошибиться может каждый. Но ошибки тут нет. Это, говорят полицейские, обычный обман. Причем массовый. Ряд мошенников пошли еще дальше. Они действительно отправляют вам деньги и присылают фотографию чека с подтверждением. Да и баланс, если проверите, будет явно больше. Причем, вероятнее всего, не на 100 или 200 рублей, а на много. В сотовый салон приходит, например, человек с чеком. Где-то тут же пополнил, закинул на номер телефона. Вам позвонил, сказал об этом, сказал, у тебя 500 рублей, вам нечаянно на телефон закинул. Верните мне, пожалуйста. Вот, пожалуйста, чек. Даже можете сфотографировать и отправить вам подтверждение, что действительно переведены деньги с средства. Вы можете посмотреть, сейчас действительно у вас пополнение есть. В эту же секунду, пока отправляете их назад, он может написать заявление в сотовом салоне. Работникам сообщит, что ошибся с номером и попросит их вернуть на счет другого абонента. Отказать заявителю у сотовой компании оснований нет. Это обычная процедура. А жертва же в этом случае лишается своих денег. Если вы хотите, пускай он обратится к вам. Скажите, вот здесь я нахожусь, пожалуйста, приди ко мне, с чеком подойди ко мне. Без проблем я вам возвращу эти деньги с средства, которые вы нечаянно перекинули на мой телефон. Вам нужно просто с ним встретиться. И пусть покажет. А чтобы максимально себя обезопасить от абона, советуйте тем, кто просит вас вернуть ему ошибочный платеж, идти в салоны связи или сотовую компанию. Если платеж действительно ошибочный, то деньги очень быстро возвращают после написания заявления. Рамиль Шайдорин, Арат Назибов, Амир Залюшев, Вызов 112.